Привет адепты компьютерных игр. В этом видео решил рассказать вам о РПГшечках, которые достойны, чтобы вы на них обратили внимание. Ну а если среди вас найдутся те, кто играл в игры, представленные в этой подборке, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Будет интересно почитать. Ну а пока лайк авансом и погнали. Jugged Alliance 3. Крутая смесь тактической РПГ с пошаговой боевой системой, динамичным геймплеем и массой интересных задач. Сыграя роль предводителя отряда наемников, которые отправляются защищать ближлежащие земли от всех, кто посмел принять сторону зла. Сюжет расскажет о существовании небольшой страны, которая богата на всевозможные ресурсы, но при этом имеет большие проблемы с политикой. В один момент жителям сообщает о внезапной пропаже президента, на место которого без какого-либо голосования стала военная группировка, захватившая власть. В роли наемника тебе потребуется пройти непростой путь, преодолевая преграды и опасности, сражаясь с массой противников и делая все возможное, чтобы режим был свергнут. В игре важно постоянно развивать навыки и увеличивать численность своей армии, чтобы истрепить более сильного оппонента. Главная задача – спасти президента и вернуть его на законное место, чтобы вновь в стране наступил мир и процветание. System Shock Remake – обновленная версия одноименной игры, которая порадует своих многочисленных поклонников нововведениями и улучшениями. События отправляют нас на просторы альтернативного мира будущего, где основа всех процессов уже давно возложена на искусственный интеллект. Сюжет расскажет о внезапно случившемся сбои на станции, управляющем тем самым искусственным интеллектом, который начал разрушать все вокруг и даже успел лишить жизни весь персонал. В избежание продолжения катастрофы главным героем было принято решение отправиться в цитадель, чтобы устранить неисправность и тем самым сохранить жизнь всему человечеству. Отправляйся на встречу непредсказуемым приключениям, изучая локации, добывая ценные ресурсы и заполняя арсенал мощным оружием, чтобы дать отпор многочисленным тварям. Одним из главных достоинств игры стоит отметить крутое визуальное исполнение, которое погружает нас в удивительную атмосферу с головой. Тейтед Грейл The Fall of Avalon Это темная фэнтезийная ролевая игра, сюжет которой посвящен знаменитым легендам о короле Артуре. После его исчезновения Авалон приходит в упадок. Храбрые рыцари в смятении, а их героические подвиги постепенно уходят в небытие. Теперь миссия по спасению страны возложена на обычных людей, которые решают найти Грааль. Жители отдаленной деревни собирают небольшую группу отважных воинов, чтобы добраться до Камелота. Больше никаких новостей от этой экспедиции не поступало, а это значит, что вашему герою пора возглавить новую команду. Вы поведете воинов в древний замок Артура, где может быть спрятан могущественный артефакт, способный решить все проблемы в государстве. Каждый член вашей команды обладает уникальным набором навыков и способностей, которые пригодятся во время выполнения задания. Проходя по неизведанной территории, вы неизбежно столкнетесь с многочисленными врагами. Побеждайте противников с помощью оружия, которым вы владеете, или собственных навыков. Набирайтесь опыта и расширяйте свой арсенал. Только успешно выполнив задание, вы можете вернуть процветание своей стране. Миазма Хронитслес. Пошаговая стратегия с детально проработанным окружением, которая отправляет нас на просторы научно-фантастической вселенной. Сюжет расскажет о внезапном нападении на планету инопланетных сил, которые не оставили от былой Америки следа. Это инопланетная сила, жуткий вирус, который стал стремительно распространяться по континенту, не оставляя людям и шанса на светлое будущее. Нам же предстоит исполнить роль отважного героя, который в паре со своим верным другом роботом отправляется исследовать многочисленные локации, добыть ценные ресурсы, находить зацепки и прокладывать себе путь к истине, чтобы раз и навсегда истребить источник проблемы. Не обойдется в игре и без сражений с коварными оппонентами, которые будут проходить в пошаговом стиле. А это значит, что тебе потребуется не только мощный боевой арсенал, но и умение тактических мыслей. Графика круто проработана и порадует массой красивых локаций с реалистичными эффектами. Spaceborn 2 Ролевая игра, успешно дополненная элементами симулятора, которая отличается уникальной рисовкой и кинематографическим исполнением. Отправившись на бесконечные просторы космоса, тебе предстоит исполнить важную роль. Роль основателя и предводителя целой империи, которую ты будешь всячески развивать, делая самой масштабной и могущественной. Ты одинокий герой, который оказался очень далеко от своей родной планеты и теперь тебе предстоит пройти немало испытаний, чтобы нарастить силу и найти возможность вновь увидеть свой дом. Ты становишься частью занимательного и довольно опасного путешествия сквозь сотни миров, где можешь исследовать каждый уголок вдоль и поперек, добывая ценные материалы и изучая передовые технологии. Постепенно ты сможешь сотворить что-то невообразимое, полностью покорив одну из солнечных систем. Remnant 2. Сиквел знакомого многим приключенческого ролевого экшена, где нам предстоит спасти мир от полного уничтожения. Своими главными противниками станут жуткие монстры, а это значит, что к битве с ними нужно как следует подготовиться. Собери мощный оружейный арсенал, атрибуты защиты и все необходимые ресурсы для эффективного ведения боя. В игре важно постоянно развивать навыки и боевые характеристики, которые позволят истреблять более сильных оппонентов и их боссов. Порадует наличие незаурядной сюжетной линии, которая позволит нам пройти по истории, раскрыть массу мрачных тайн и узнать, откуда возникло зло. Арсенал вооружений довольно обширный, поэтому тебе всегда будет из чего выбрать. Каждое сражение, в котором ты будешь принимать участие, будет максимально эпичным и динамичным, поэтому скучать точно времени не останется. Графика исполнена в уникальном стиле и позволит каждому с головой окунуться в этот мрачный, пугающий и непредсказуемый мир. Атлас Фален. Здесь геймеру предстоит взять под свой контроль команду героев, которые направляются в пустынный, полуоткрытый фэнтезийный мир, сталкиваясь с древними тайнами и угрозами в виде населяющих его зловещих монстров. Гигантские существа внезапно атакуют персонажей из Дюн, но у команды есть сверхспособности и есть оружие, помогающее в борьбе с опасностью. По мере прохождения герои исследуют бескрайные просторы и пытаются раскрыть все тайны прошлого, что поможет победить древнюю угрозу. В противостоянии с врагами поможет оружие, способное принимать разные формы и умения. Благодаря этому игроки смогут разнообразно и зрелищно расправляться с противниками. Предлагается устроить настоящий хаос среди вражеской армии. Противники – разные виды существ, поэтому помимо обычных будут появляться сильные противники и боссы, для устроения которых потребуется смекалка и нестандартные действия. После уничтожения каждого монстра герой получает эссенцию, которая позволяет им улучшать свои характеристики и адаптировать их к своему индивидуальному стилю. Перейдя на новый уровень, игроки смогут улучшить определенный атрибут персонажа. Кроме того, для повышения боевого потенциала необходима мощная техника и развитые навыки. В боевой системе главная роль отводится ловкости, реакции и терпению, поэтому вам следует избегать вражеских атак и проводить собственные контратаки. Действия в Starfield разворачиваются в 2030 году. За 20 лет до основных событий между двумя совершенно противоположными фракциями случился военный конфликт, который принес большое количество жертв. Спустя время обе стороны смогли наладить взаимоотношения, заключив мирный договор. Помимо них в межгалактическом пространстве блуждают агрессивные наемники, пираты и другие группировки, которые сеют разруху и хаос. Для авантюриста тоже найдется работа, которая заключается в исследовании космоса, покорении планет и сборе ресурсов. Организация созвездия сможет рассказать главному герою об особенностях и секретах самой галактики. Это подтолкнет протагониста стать частью самой организации. Став пилотом орбитального корабля, игрока ждет множество опасностей и увлекательных сюжетных поворотов. Сам авантюрист сможет взаимодействовать с разными предметами, стреляя из футуристического оружия, а также вступать в диалоги с самыми разными героями. Будет предоставлен большой выбор вооружения, брони и разумной амуниции. Каждый элемент можно будет прокачать. Игровой процесс делает упор на строительство, которое заключается в создании членов команды. The Lords of the Fallen События игры начинаются через сотни лет после финала оригинальной части. После убийства демона прошло одно столетие и страшное существо может воскреснуть. Единственным спасением вселенной станет главный герой, который отправляется в приключения под царством живым и мертвым. История начинается с редактора создания персонажа, которому вы можете изменить внешний вид, а затем выбрать один из доступных классов. Практически в конце дадут полную свободу в развитии героя, вне зависимости от того, какой класс был выбран в самом начале. В процессе прохождения игроки будут заниматься развитием героя или героини, улучшением характеристик и магических заклинаний, а также получением лучшего снаряжения. В вашем распоряжении два обширных царства. Первый это мир живых аксиом, а второй мир мертвых, умбрал. Если герой погибнет, он попадает в мир мертвых, из которого можно выбраться. Все, что вам нужно сделать, это преодолеть путь, где поджидает различные адские твари. Что касается боевой системы, то игра предлагает динамичные поединки с врагами, которых можно уничтожать с помощью оружия, ближнего боя или магическими заклинаниями. Помимо обычных врагов, игроков ждут сильные и ужасные боссы. Сражения здесь происходят намного быстрее, чем в оригинале. Ключ к победе в матчах заключается в использовании вашей ловкости и рефлексии. Терпение также важно, ведь во время стычек можно выявить уязвимые места в обороне и дождаться подходящего момента для атаки. Барни Шорс Гост оф Нью Эден Фэнтезийная игра в жанре экшен-рпг. Сюжет повествует о двух главных героях, а именно Антеи Дюарте и Редма Край Фей, которые вместе образуют команду охотников за призраками. Однажды они вместе поклялись, что будут защищать мирных живых людей из нового Эдема от нечистых сил, которые призраками являются в город и начинают причинять зло жителям. Кроме того, парочка оказывается еще и влюбленными и в процессе их отношения только развиваются. В момент все переворачивается вверх дном, когда по своей неаккуратности Антей проваливает задание и погибает от смертельного увечья, нанесенного ей опасным противником. Теперь бедная девушка с незавидной участью навсегда превращается в привидение, которое иногда является на свет для ее второй половинки. По иронии судьбы, женщина становится тем, кого всегда презирала и вместе со своим союзником старалась истребить. Мужчина не сдается и решает попробовать освободить любимую, но для того, чтобы найти способ освобождения, Антея также должна проявить инициативу. Ну что же, рад, что вы досмотрели до этого момента, потому что я здесь хочу сказать вам спасибо за уделенное мне время, а также за ваше мнение в комментариях. Можете также посмотреть другие мои видео на канале, правда пока у меня здесь немного интересного, но благодаря вашим лайкам, я думаю, это всего лишь вопрос времени. Еще разок спасибо и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok